Продолжаем чтение этой небольшой брошюрки, иншаллах, благодатный, просим Всевышнего Аллаха сделать его, благодатный для нас, чтобы мы извлекли из него урок, чтобы мы, поступая в соответствии с тем, что мы узнаем из правил и норм приобретения знаний, воплотили это в жизнь, и это стало причиной приобретения больших знаний в религии Всевышнего Аллаха. А это брошюра «Я талибал-илм» «Кейфа тахфаз, кейфа такра, кейфа тафхам». О приобретающей знания, о ищущей знания человек, как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь. На. После того, как мы прочитали вступление к этой книге, начали зачитывать некоторые вещи, которые должны сопровождать приобретающего, ищущего знания человека на протяжении всего его пути, как в заучивании, так и в чтении, так и в понимании того материала, который он приобретает. Из этих вещей, давайте каждую по одному, мы сказали, во-первых, не обязательно по порядку, что? Дуа. Дуа. При ищущей знания человек никогда не должен находиться в отрыве от мольбы, обращенной ко Всевышнему Аллаху Субхану Хуаталя, о преумножении знаний, о увеличении знаний, об облегчении понимания этих знаний. Всегда дуа, дуа, дуа. Ищущая. Искренность перед Аллахом Субхану Хуаталя. Мы сказали, в чем она проявляется. Кто-нибудь другой еще? Отстранение от греховного. Как? Отстранение от греховного, это важно. Сказал, я пожаловался кто? Я пожаловался в Акиу, на плохую память. И он указал мне на оставление грехов и сказал, знай же, что знание это свет, а свет Аллаха не дается ослушникам. Чьи слова? Кому приписываются они чаще? Имама шафии. Нам. Оставление грехов. Три. Еще. Другой кто-то? Другой. Хадир, Тимур. Абдулла. На. Чтение книг с биографиями ученых. Почему? Как это нам поможет? Чтение книг с биографиями ученых. Знать в каком году, потому что это те, да, они пример для нас. Это те, кто достиг успеха на этом пути. Если ты будешь следовать их путем, или брать их себе образцом, то, иншалла, тоже достигнешь того, чего достигли они. И когда ты будешь видеть, как старались они, что на этом пути расходовали они, что претерпевали на этом пути, это будет что? Побуждать тебя, подкреплять тебя также. Не будет давать тебе расслабиться на пути приобретения знаний. Чтение книг по требованию знаний. Да, чтение книг. Мы также сказали, что хорошо, не можешь читать, слушай. Может быть нет у тебя времени сесть вот так уединиться с книгой и читать. Слушай, прослушивание лекции. Или же чтение книг на тему о правилах приобретения знаний. Мы сказали, точно так же, как чтобы был порядок на дорогах, устанавливают правила дорожного движения, точно так же, чтобы достичь на пути приобретения знаний успеха, также есть определенные правила, нормы, этикет приобретения этого знания. Для того, чтобы ты что достиг чего-то из этих знаний. И нужно это узнавать. Нужно это узнавать, нужно это изучать. Или читать книги, которые посвящены этой тематике. На. Сколько стало? Ничего не пропустили? Пять. На. На этом мы остановились. Далее шейх говорит. Аль-Амрус-Садис. Шестое. Муджаля сатуль мутамайизин ау муджаля сатуль мутамайизи фи хивзхи ва фи фахмихи ва фи киратихи. Сопровождение тех, кто отличился. Или же пребывать с теми, кто отличился в своем заучивании, в своем понимании, в своем чтении. То есть быть, находиться, стараться, находиться с теми. Сближаться с теми. Вместе проводить время с теми, кто лучше тебя. Тот, кто отличился от остальных в своем заучивании. В своем чтении больше заучил, больше прочитал. В своем понимании лучше понимает, быстрее схватывает. Быть, стараться с ними. Быть в их окружении. Это шестое из тех вещей, которые поможут тебе приобретение знаний. Поможут тебе в твоем чтении, заучивании и так далее. Быть с теми, кто лучше. С отличниками. Зубрилами, если хотите, пусть будет так. Главное, будь с ними, называй, как хочешь. Задротами, если хотите. Но это прекрасно. Это прекрасно. То есть это качество. Несмотря на... У нас есть правило. Название вещей не меняет сути. Если суть благая и в этом благо, как хотите, называйте. Как хотите, называйте. Но суть в чем? Пребывать с ними, быть с ними. Шейх говорит. Ва яджмау хадаму джалясату ментара хирсаху аля талибил альм. Все это объединяет. То есть нахождение с теми, кто отличился в своем заучивании, понимании, чтении. Все это мы можем объединить и сказать. Находиться с теми, кто стремится к знанию. Быть с теми, чьи стремления обращены к знанию, к познанию религии. Вот с ними быть. Потому что есть даже люди, мы не говорим просто люди, которым ничего не интересно. Нет, есть люди, и его стремление поклонения. Это хорошо. Он думает, то есть он часто постится. Он часто читает Кур'ан, дополнительные намазы. Человек аабид. Поклоняющийся Аллаху человек. Это хорошо. Это хорошо, но не является его основной целью знания. Нет, мы говорим, если ты хочешь знаний, окружи себя знающими людьми. Те, кто такими же, которые стремятся к знаниям. Именно. Мы не говорим, что не нужно быть с поклоняющимися. Нет, это хорошо, прекрасно. Но если твоя цель знания, будь со знающими. Будь со знающими людьми. Опять же, очень хорошо по этому поводу высказался Ибн Джама'а. Ибн Джама'а. Ибн Джама'а – это тот, кого мы уже упоминали на прошлом уроке. Это автор книги «Тавкиратуссамиуальмутакеллим». Одна из книг, которая посвящена теме «Этикету приобретения знаний». Когда мы говорили, что чтение книг, в которых затрагиваются нормы и правила приобретения знаний, как изучать религию, как правильно постигать религию. Мы сказали, что разные книги на эту тему записаны, как, допустим, «Аль-джами'уали-ахляк-р-рауи» «Ва адабис-сами'а». Или упомянули книгу «Тавкиратуссами'а вальмутакеллим» Автором которой является Ибн Джама'а. И он в этой своей книге говорит, описывая приобретающего знания, он говорит, что приобретающий знания человек должен общаться только с теми, кто может обучить его чему-то или у кого он может обучиться чему-то. Говорит, только с ними. Если же, говорит, он подружится с тем, с кем он попосту теряет свое время. То есть вступит в дружбу с человеком, который он видит то, что, Субханаллах, его время уходит понапрасну. Он только лишь теряет время с этим человеком. Что он ничему его не учит. И у кого он сам ничему не учится. И кто не поддерживает его в его целях. А мы сказали, какая цель у приобретающего знания? Ильм. И ты видишь, что ему это неинтересно. У него какие-то другие цели. Сойдись с людьми, иногда, Субханаллах, утомляешься. Как начинают про машины разговаривать. Субханаллах. Это такой, такой, движок такой. Тут столько литров. Тут-то думаешь, Субханаллах. Прямо вот утомляешься. Клянусь Аллахом, Субханаллах. Думаешь, ну куда, зачем я сюда пришел? В Лау-Аль-Мастан. И вот об этом говорит он. Кто-то, кто говорит, не поддерживает тебя в том, что он делает. Кто говорит, пусть любезно, подчеркиваю слово, любезно, прервет отношения с таким человеком. Если ты хочешь знаний, тебе с ним не по пути. Ты вежливо, любезно, прерви связь с таким человеком. Уже с первых дней знакомства, если ты увидел, что он в другую сторону немножко направляется, возможно, его направление прекрасно. Но не то направление, которое взял ты. И мы как сказали, что поклонение это хорошо, но знание лучше. Если человек будет приобретать знание, рано или поздно оно приведет его к поклонению. Всевышним Аллаху Субхану Хвата Аля. Как сказал пророк Субхану Субхану Хвата Алими. И достоинство знающего человека, Алима, по сравнению с Абидом, просто поклоняющимся Аллаху Субхану Хвата Аля человеком, подобно тому, как если ты сравнишь Луну с остальными маленькими звездочками на небе. То есть достоинство знания всегда превыше. Достоинство знания всегда превыше. Как говорил Абуд-Дарда, он говорил, чернила ученых перевесят кровь шахидов даже. И как эту историю я не раз уже рассказывал, как передается, что однажды поспорили два человека, чье достоинство лучше и выше у Всевышнего Аллаха. Достоинство знающего человека или же достоинство муджахида на пути Аллаху Субхану Хвата Аля. Спорили, 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 и в итоге решили пойти к Алиму, чтобы спросить у него, чье достоинство лучше. И тем самым ответили на свое... Не пошли к муджахиду, чтобы спросить, чье достоинство, а пошли к ученому человеку, чтобы спросить, чье достоинство лучше, и тем самым уже отвечая на свой вопрос. И поэтому он сказал, если же приобретаешь знания, то есть встретился с таким человеком, то лучше пусть любезно приведет уже в первых дней, с первых дней своего знакомства. Пока, говорит, их дружба не окрепла, ведь если их дружба уже закрепится, укоренится, то избавиться от этого будет уже тяжелее, говорит он. И, как гласит об этом правило, альвыкая хайрун минал аляч. Это правило как здесь действует, так и в остальных аспектах религии. То есть, профилактика лучше лечения, да, профилактика легче лечения. Лучше сначала, что сразу, отдалиться, чем потом, лучше не лезть в грязь, чем потом отмываться, разве нет? Да. Поэтому шейх говорит, Шейх говорит, ты должен стараться быть с теми, кто любит знания, приобретает знания. Почему? Потому что те, кто тебя окружают, твои друзья, они не на одном уровне, они разные. Интересы людей различны, как Аллах говорит, ИННА САХЯКУМ ЛАШАТТА Ваши, стремления ваши различны. ФАХУМ ЯХТАЛИФУНА ФИ ИНАЯТИХИМ БИЛЬИЛЬМ ХИФЗАН ВАФАХМАН ВАКИРАТАН ВАМУХАФАЗАТАН АЛА ВКАТИХИМ Они отличаются своей заботой или своим вниманием по отношению к знаниям. Кто насколько внимателен к знаниям. Одному скажешь, брат, урок, ты видишь, что он что, вскочил, побежал, уже едет, уже почти там. Второму говоришь, урок, он говорит, что, поесть? Говоришь, нет, не поесть, урок, брат, что, кофе? Подожди, и так далее. Нет, то есть люди различаются по отношению, то есть насколько он трепетно относится к знаниям. В своем заучивании отличаются, в понимании отличаются, в чтении отличаются, в своем отношении к времени отличаются люди. Точно так же, как отличаются в своем поклонении. Так же, как отличаются в своих нравах. Поэтому устремись к тому, чтобы постоянно находить и сопровождать тех, от кого ты чувствуешь, что ты получаешь пользу. От кого ты чувствуешь, что ты получаешь какие-то знания, или исправляешь свои нравы, или прибавляется у тебя решимость и стремление к приобретению знаний. То есть с кем-то пообщался, и ты видишь, после этого ты хочешь что-то послушать, хочешь что-то изучить после разговора с таким человеком. Вот будь, значит, с ним. Вот старайся с ним. Или он что-то исправил в тебе, поправил, какой-то хадис сказал. Или что научил тебя какой-то сунне. Или исправил тебя в каких-то пониманиях, какого-то вопроса в тебе исправил и так далее. Вот будь с такими. Основа вообще этому правилу, то есть хадисы пророка, аяты, Кур'ана так же. Пророк сказал, Человек на религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, кого он взял себе, любимым или близким другом. Пророк сказал, Пример благого друга, или благого собеседника, и скверного собеседника, подобно торговцу миска и кузнецу. Торговец миска, даже если ты у него ничего не купишь, сказал пророк, как минимум с приятным запахом от него уйдешь. А кузнец, если даже ты у него ничего не возьмешь, то как минимум пару дырочек он тебе оставит на твоем комиссии. И так ведь прожжет, или пропахнешь ты этим металлом и так далее. Вот точно так же. То есть это всегда. Человек должен смотреть, с кем он общается, с кем он дружит. Во-первых, мусульманин это или неверующий. Во-вторых, это приверженность сунне, или же человек далекий от сунни. А человек, приобретающий знания, еще к этому должен добавить его стремления, такие же, как твои. Так же желает ли он знаний, в этом ли направлении он движется или нет. На. То есть шестой пункт, мы сказали, стараться находиться, сопровождать, быть вместе с теми, участвовать в собрании из тех, кто любит знания, кто отличился, кто перегнал тебя в своем заучивании, чтении и понимании. Аль-Амрус-Саби'а. Седьмое. Это усердие над собой и отсутствие отчаяния. То есть человек всегда должен стараться. У тебя всегда должна быть борьба со своей душой. И ты никогда не должен отчаиваться и унывать в приобретении знаний. Некоторые начинающие, приобретающие знания, сдаются в самом начале пути. Сдаются в приобретении знаний в самом начале. Начинают приобретать знания. Говорят ему, допустим, нужно заучить такой-то матан. Начинают его учить, у него не получается. Он говорит, ну и все, значит это не мое. И сдается, все. Не получилось, не вышло. Другим займусь чем-нибудь. Или же не может закончить чтение какой-то книги по каким-то причинам. То есть завершить чтение определенной книги. И также слабеет его решимость в приобретении знаний. Или же он не понял какой-то урок, на котором присутствовал. Посидел на одном уроке в самом начале своего пути. И показалось ему сложным. Половина слов я не понимаю. Это иностранные слова. Я и сам разговаривать не умею. Говорят, куда еще там. И так далее. И все, нет, это не мое. Я лучше дома, я лучше не буду. И так далее. Оставляет, сдается. В прямом смысле этого слова сдается. Шик говорит, нет, так нельзя. То есть даже не проявляет старания какие-то. Нет, он должен стараться и не должен отчаиваться. Шик говорит, нет сомнений в том, что это не то, что должно быть присуще приобретающему знания. То есть этим качеством сдаться в начале пути. Или же отчаяться и оставить приобретение. Это не то, чем должен быть описан то ли бы. Или некоторые люди, допустим, видят приобретающих знания. Видят их речь, видят их поступки. Видят их рассуждения в каких-то вопросах. Им кажется, маша-лах, как этот брат хорошо отвечает. Как он мудр, то есть мудростью переполнены его ответы. Как он быстро подкрепляет свои слова доводом. Как он действует в соответствии с Кураном и Сунной и так далее. Я тоже так хочу. Я тоже хочу приобретать знания. И думаю, сейчас я иншалла быстро сделаю. Встает на этот путь. Оказывается, нужно учить. Оказывается, нужно читать. Оказывается, он думал, сейчас он полгода, год иншалла достигнет, таким же станет. Так же будет мудро отвечать. Так же будет и так далее. Проходит год, а он, субханаллах, продвинулся, возможно, ну чуть-чуть совсем. И говорит, ну нет, так не пойдет, субханаллах. Это оказывается, что тяжело. Это оказывается, долго. Это оказывается, нуждается в том-то и в том-то и в том-то. И сдается. Или начинает какую-то науку, допустим, наху. Как шейх ибнусамин говорит, наука наху. Она говорит, подобно, такой пример приводит. Подобно, говорит, дворцу или зданию из тростника. Однако дверь, на которую поставили, железную. Вот если ты вот эту железную дверь откроешь, все, дальше весь дворец твой. То есть он легкий. Тростник, сахарный тростник, что его стоит, разрушь и так далее. Но дверь поставили железную к ней. И вот точно так же. Надо тебе просто зайти в дверь, а потом ты будешь уже наслаждаться. И многие вещи так. И вот точно так же здесь. Он думает, что? Послушал один урок, он говорит, нет, ну вот это точно не мое. Вот это я не смогу понять. Субханал, нет, продолжай. Продолжай, продолжай, продолжай. И в какой-то момент Аллах Субханаху Аталла откроет тебе. Вот ты сам не заметишь, как Аллах Субханаху Аталла откроет. И ты, Субханаху Аталла скажешь, вот где? Когда вот это так? Просто Аллах, вот милость. Аллах Субханаху Аталла, как шейх об этом скажет. Если увидит твое желание Если увидит твое стремление, что ты хочешь Что ты стараешь, что ты искренен Аллах тебя откроет Ты даже не поймешь, как это произошло Вот вроде не понимал, не понимал, не понимал И начал понимать Начал объяснять другим, что они начали понимать Субхану Аллах Милость Аллаха, Субхану Ахвата Аллах дарует Поэтому шейх говорит, нет сомнений в том, что сдаться Это что, не из качеств присущих Приобретающему знаний Нет, ты должен стараться Должен стараться бороться сам с собой Аллах, Субхану Ахвата, говорит Те, которые стараются ради нас Те, которые усердствуют ради нас Мы непременно поведем их нашими путями Мы им откроем, мы даруем им то, что они хотят Но два условия Те, которые стараются, усердствуют Не просто сложа руки сидят И ничего не делают Ждут пока само знание придет Нет Стараются Иногда надо постараться, чтобы выйти из дома Доехать докуда-то Иногда надо постараться наоборот Чтобы остаться дома Не поехать куда-то И посидеть, почитать Послушать Заучить что-либо Иногда надо постараться Рассказать кому-то Чтобы закрепить то знание Которое ты взял Нуждаются в старании Иногда надо прочитать 10 раз Иногда 20 Иногда 30 Да, брат, иногда 50 Но вот Те, которые стараются, усердствуют Фина ради нас Те, которые делают это ради Аллаха Возвращаемся к основе, о которой мы говорили Искренность Искренность Какая цель должна быть у тебя? Довольство Аллаха Выполнить его приказ Быть защитником Аллаха Быть защитником религии Аллаха Быть из тех, кто сохраняет религию Аллаха Аллах Суханаху Аталия сказал, что сам сохранит Но Есть свои причины Он создал своих людей Вот быть из них Быть из них Помните, мы говорили, что Победа от Всевышнего Аллаха Этой общине придет Нет в этом сомнений Однако посредством кого Примешь ли ты в этом участие В этой победе Получишь ли ты свою долю от награды За то, что ты участвовал в том Чтобы ислам одержал вверх Он одержит, Аллах обещал Но ты И вот точно так же здесь То есть ты какую роль сыграл в этом? Те, которые стараются ради нас Искренность То есть в том, чтобы ты Желаешь отдалить от себя невежество Желаешь защитить религию Сохранить религию Выполнить приказ Аллаха Достичь его довольства Так как знание довольства Всевышнего Аллаха Суханаху Аталия Достичь рая Вот это твои цели И ты стараешься ради вот этих целей Ничего другого Ничего иного Аллах говорит Мы, клянусь Мы непременно поведем их нашими путями То есть если ты стараешься ради Аллаха В приобретении знаний Значит Аллах дарует тебе это знание Аллах тебе непременно дарует Он сам это обещал Но есть условия И если Аллах Субханаху Аталия Увидит в тебе старание Что ты стараешься Что ты терпишь Что ты претерпеваешь на этом пути Тогда радуйся Тогда радуйся Аллах Субханаху Аталия Сделает так и дарует тебе то, что тебя обрадует То, что тебя обрадует Некоторые люди Субханаху Аталия стараются На протяжении ни дней, ни лет Чтобы добиться девушку Вот просто девушка Какая-нибудь хорошая девушка Может быть она там Заучила Куран Скромная, ты знаешь Хорошая девушка Допустим и так далее Умная, мудрая И чтобы жениться на ней До сих пор ходят к отцу Маме ее подарки делают Постоянно к отцу ее приходят Уговаривают Показывают только какие-то Свои хорошие качества перед ним И так далее Годами бывает Годами Чтобы достичь Чтобы потом отец Свою нисходительность проявил И сказал Хорошо, я выдам за тебя твою дочь А цель какая? Женщина И все Какая-то девушка Да, хорошая Пусть Аллах хранит ее А твоя цель Разве эта цель Сравнится со знанием Со знанием Со всем тем Что обещано Всевышним Аллахом Субханаху Атали За это знание Из награды Из почета Из райских наслаждений Каких Из вахирати Какие степени Узнающего человека Да элементарно Субханаху Абрати Элементарно Если допустим Во время джихада Во время джихада Бывают братские могилы Их хоронят в одной могиле Знаете, как укладывают Тот, кто Куран Больше знает Даже так Даже там Это проявляется Во всем Субханаху Абрати Во всем Это просто Как пример Я привел Так вот Неужели знание Не стоит того Чтобы ты постарался Месяц Год Два Если люди Субхан Несколько лет Девушки добиваются Ты не можешь Желая добиться знаний Не можешь Год Два Три Пусть будет Четыре Покажи Покажи Что ты хочешь Вот как ты пытался Ее отцу показать Что ты действительно Почему он это делал Он пытался доказать Что он действительно Хочет ее Не нужен ему И так далее Вот такая же цель была А ты вот покажи Всевышнему Аллаху Что ты желаешь знания Что ты хочешь знания Что ты хочешь этих степеней Что ты хочешь Поклоняться ему На основе знаний Чтобы каждое твое движение Каждый твой вздох Был в соответствии с сунни Надо знать сунну для этого Если Аллах это увидит Он тебя обрадует Он тебе дарует То что ты хочешь Пророк Салаллаху Алейхи Вассалям Сказал Наилучшим джихадом Наилучшим джихадом Или наилучшим Проявлением усердия Является то Что человек Усердствует Или старается Или усердствует Против своей души И против своих приходей Или борется Со своей душой Со своими прихотями Это лучшая степень джихада Потому что у джихада Есть степени У джихада есть степени Как об этом упоминает Ибн Аль-Каим Говорит джихад В первую очередь Джихад со своей душой Некоторые говорят Что джихад Это все Это только лишь Вооруженное сражение И все Вот он весь джихад Взять оружие И выйти И еще выйти Не под знаменем Исламского государства Не под каким-то правителем Соблюдая все правила Нет Просто выйти пострелять Как будто в тир сходить Куда-то Вот это у них джихад У Аллаху Аль-Мустан Мы говорим Джихад это понятие Намного-намного шире Чем ты себе представляешь И у него есть условия Есть правила Точно так же Как у намаза Есть правила И у поста Есть правила Это не какой-то хаос И анархию В этом нельзя допускать Так вот Джихад У него есть степени И одна из степеней джихада И первая из степени джихада Джихад Самим собой Борьба со своей душой Заставить ее В чем она проявляется Есть борьба со своей душой Есть борьба с шайтаном Да Есть борьба с неверующими С мунафиками И так далее Борьба со своей душой В чем она заключается Привести свою душу К приобретению знаний Раз Заставить ее Совершать дела В соответствии с тем Что ты узнал Два Призывать людей К тому Что ты сам уже делаешь Из того О чем ты изучил И узнал Три И терпеть на этом пути До конца своей жизни Четыре Вот это джихад Вот это самый первый джихад Который ты совершаешь Поэтому пророк Салаллаху алейхи вассалям И сказал Авдалюль джихади Аниюджахидар родюль навса Ваха ваху Лучший джихад Это когда человек Сражается со своей душой Борется со своей душой Своими прихотями Нам И мы сказали Один из видов получается Если джихад самим собой А самим собой заключается Приобретение знаний Значит приобретение знаний Это и есть джихад Приобретать знания Изучать религию Стараться Заучивать Читать Повторять Перечитывать Пересказывать кому-то Это уже джихад Ты совершаешь джихад Поэтому как говорил Абуддарда Манраал Адувар рвахил Ильм Лейсабид джихад Факат Накаса Аклюху Абуддарда говорил Тот кто считает Что приобретение знаний Не является джихадом То есть заставить То что выход Будь то Когда ты с утра выходишь Как вы сейчас Или вечером Выходишь Для того чтобы узнать Что-то из знаний Для того чтобы приобрести знания Если кто-то считает Это не джихадом Он говорит То в его рассудке Что-то есть То у него недостаток В разуме Или в понимании Если кто-то считает Что это не джихад А сколько таких людей И какой это джихад Говорит Вот джихад Это когда ты вышел Туда-сюда И куда ты вышел Ну пока еще никуда Но вот и все Как сказал пророк Пророк А снисходительность Приходит посредством Проявления Этой снисходительности В другом ревайте Хадисы сказано А терпение К человеку даруется Когда он проявляет Это терпение То есть как стать Терпеливым Когда ты Раз перетерпел Что-то Ради Аллаха Два Вытерпел Три Вытерпел Четыре И тогда ты уже Становишься терпеливым Ты знаешь как это Умеешь это практиковать Также сдержанность Хильм Снисходительность Сдержанность По отношению Как это Как стать Халим Вот этим похвальным Качеством обладать В себе Опять же проявлять ее Раз проявил Два проявил Три И Аллах тебе дарует это И также Ильм Воясню Знание приходит Посредством изучения Раз книга Два книга Раз урок Два урок И вот так Постоянно 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 И знание приходит И знание приходит Но вот так Другого пути нет И пророк Салаллаху Алейху Ассалям Поэтому сказал Омен Это хараш Наам И тот кто ищет Благо Будет ему даровано И тот кто отстраняется От зла Будет защищен От этого зла Сказал Он говорит Когда я только Возжелал знания И начал приобретать То есть только Начал поиск знания Оно было для меня Нечто То есть заучить его Было нечто Недосягаемым Для меня То есть я вообще Не мог заучивать Говорит он Сумма Аваттуху Навси Иля Анхафисту Касидата Ру'ба Он говорит Однако я Учил 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 Старался То есть чтобы моя душа Привыкала к этому Заучиванию И достиг такой степени Что Касиду Ру'бы Это Ру'ба Абдул-Аджач Поэт Арабский поэт Филолог Сын арабского поэта Филолога У него есть Касида Который состоит Примерно из 200 байтов Достиг Говорит такой степени Что я за ночь Ее заучил Заучил эту Касиду За ночь А вначале Тоже не мог Вначале не мог Все слова Казались иностранными Однако потихоньку 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 И рассказывали Сам шейх Автор книги нашей Говорит И рассказывали мне Некоторые Люди Уже преклонного Возраста То что Был человек В Хараме В Мекке Который Говорит Что совершил Хиджру Совершил Переселение Ради Аллаха Туда И он Был иностранцем То есть его язык Был Не арабский язык Якулю Вакяны Иза Кара Кур'ан Рафа Асавт Ли Аджи Ли Али Джа Харак Али Сан Их Финут Кал Ахру Фин Араб И говорит Когда он читал Кур'ан Люди слышали Когда он читал Кур'ан Иногда повышал Свой голос Когда старался Произнести Какие-то буквы Тяжело ему давалось То есть он читает Альхамду Лилля Раб Аля Амин Допустим Как пример То есть чтобы Вытащить из себя Этот звук То есть старался Потому что Эти звуки Эти произношения Чужды были для него Это не его язык Он не являлся Носителем арабского языка И мы видели Говорит Такого человека Якулю Факунна Натаэдза Миннабарати Саутихил Мутадахиля И мы Говорит Субханалла Страдали от того Как он читает Просто Говорит Страдали от Вот этих Звуков Которые он издает Говорит Смешанных Перемешанных Другом Однако Когда прошло Немножко времени Говорит Мы стали Тосковать И скучать Говорит По его чтению Когда он читал То есть ждали Когда он придет И будет читать Куран То есть Грубо говоря Поднатаскался Так И так Исправил свое чтение Что уже что Люди стали Наслаждаться Его голосом И даже Я вот сейчас Точно не помню То ли Дусари То ли кто-то Из часов Харама Которая сейчас Есть Из имамов Про него тоже Говорят Когда он только Начинал Куран Заучивать Люди смеялись Он самым Отстающим Был Люди смеялись Говорит Над его чтением А сейчас Он читает В хараме Имам То есть Поставили его Причина что Инам Таллюм Да Постарание Что они старались Не оставили Не сказали А наверное Куран Это не мое Займусь чем-то Другим Нет Нету здесь Мое Не твое Нахуй не мое Нахуй не твое Куран не твое Хадис не твой Это не твое А что твое Тогда лень твое И все Нет То есть Причина в чем Старание Старание Постоянство Усердие То есть Не отчаиваться Продолжать Аш-шахид Какой вывод Анна ль-инсан Иза чагада Нафсаху Валям ястаслим Сайяра мин Аллахи Фатхан Ватайсира Что если человек Будет стараться Бороться С самим собой И не сдастся То он увидит От Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Фатх То есть Придет открытие И придет Тайсир Придет облегчение На Это седьмое Восьмое Из того что упоминает Шейх Аль-Амрус-самин Тазаккар Ванзур Фимаарифик Вафи Акраник Седьмое Из того что Поможет тебе В приобретении Знаний Это Обратить внимание На тех Кто окружает тебя Не то что То что ты должен Сопровождать И всегда находиться С теми кто лучше Нет это другое Просто обрати внимание На людей вокруг тебя Просто обрати внимание На тех кто Соседи твоих Может быть коллег твоих Может быть одноклассников Одногруппников И так далее Друзей Просто знакомых Посмотри на их положение Сопоставь Сравни Имеется ввиду И ты увидишь Что есть люди Которые младше тебя В возрасте Может быть даже Дети Но они опередили тебя В знаниях Намного больше знают Чем ты Намного больше заучили Даже возможно В понимании Превосходят тебя Есть такое? Бывает? Бывает Если мы посмотрим Ты увидишь Людей У которых отсутствуют Даже самые нужные Жизненно необходимые вещи То есть возможно У него нету дома В котором жить Своего Возможно нету машины Для того Чтобы передвигаться Какие то Жить То есть нету Даже самого необходимого Для того чтобы жить А у тебя Есть достаток Что даже Превосходит твои нужды Вовхом? То есть Бывает так Что человек У него вообще Может быть даже Есть у него нечего То есть Лежит у него Лепешка одна И все И вода А у тебя Мало того Что у тебя Допустим Есть еще Кусочек мяса У тебя еще И десерт Есть дома У тебя еще И сок Есть дома И так далее Но вместе Со всем этим То есть У него забот Больше Он думает Как бы найти себе Пропитание Как бы Детей не оставить Голодными Жены И так далее И так далее Но вместе с этим Ты видишь То что он Опередил тебя В знаниях У тебя есть Свободное время У тебя есть все Ты можешь позволить Себе планшет На котором А он что Ищет где бы Взять бумажку Чтобы записать Какой-то хадис Для него Это все Сложнее дается Ему Однако он Опередил тебя В знаниях Он больше тебя знает Говорит шейх И вот это сравнение Если ты Предведешь Такое сравнение Посмотришь Сопоставишь Своё положение Положение Людей Которые тебя окружают Это конечно Увеличит Твоё стремление Ты захочешь Стать такими же Как они В знаниях Имеется ввиду То есть Как Субханалла Если у него нету А он меня Опередил А он младший И он знает Больше Субханалла Значит Надо стараться Тем более Я смогу Значит Я тем более Должен Вот такая логика Чтобы стать Как он Или лучше Даже него Важно Что если Если ты Посмотришь На тех Кто тебя Окружает На своих Товарищей Ты увидишь Различия Посмотри на тех У кого меньше Имущества Кому меньше Было облегчено В его риске Или кому Не были облегчены Причины Достижения Этого риска То есть Кто-то Целый день С утра До вечера Как мы говорили На шахте Пашет А кто-то Что Просто час Уделил И ему Такой же риск Аллах Субханалла Даровал А он уделяет Всего час Хорошо У него Остается Из 24 Часов В сутки Может быть Там 2 часа Час Может быть Остается И он Знания Это вам Посвящает А у тебя Остается 12 часов Свободных Еще И ты Даже полчаса Не можешь Знания уделить То есть Посмотри Если ты это увидишь Что кто-то Превзошел тебя Несмотря на то Что тебе были Облегчены Причины Достижения Риска И намного Шире твой риск И легче тебе Достается И больше Но он тебя Опередил В знаниях То значит Обязательно Ты должен Что Проявить Решимость Ты должен Позавидовать Им в этом Белой завистью Имеется ввиду То что называется В арабском Грипта Когда ты Кому-то Завидуешь Но не желаешь Чтобы его Покинула Эта милость Не желаешь То есть Шейк говорит Пусть у тебя Будет грипта Но не будет Хасад Хасад Это Ну условно Как это в народе Называют Белая зависть И черная зависть Что значит Белая зависть Ты хочешь быть Таким же Как он У него Пусть остается Это милость Аллаха Ты не хочешь Чтобы у него Что-то было Ты сам хочешь Стать таким же Как он И завидующему В этом Можно Пожалуйста Так и должно быть Вот ради этого Пусть сревнуется Сревнующиеся Аллах Суханаху Аталя Сказал Однако Что Что такое Хасад Когда ты Хочешь Чтобы Какая-то Из милости Аллаха Его покинула Чтобы какая-то Из милости Аллаха Покинула Твоего брата Твоего друга Вот это Хасад Это запрещено От зла Завидующего Когда он Завидует То есть Когда он Смотрит Желая Чтобы этого Не было Не стало У него Вот это Запрещено А ты говорит Завидуй этим людям Какой Ну вот Опять же Условно Условно Белой завистью Завидуй так Что приведет тебя К стремлению Стать такими же Как они Однако Что Ни в коем случае Не завидуй завистью Желая Чтобы от них Ушло знание Чтобы они покинули Оставили этот путь Нет Нет Вы вместе По одному пути идете Поэтому удивительно Положение Приобретающих знания Которые Завидуют Своему брату И желают Чтобы там Допустим Его меньше слушала Его уроки Меньше были распространены И так далее Брат Задумайся Вспомни о вашей цели Ваша цель Распространить ислам И у него И у тебя И поэтому Когда вы на этом пути Условно Опять же Просто Пример На математике Если у него 50 тысяч подписчиков Слушают его уроки А твои уроки Слушают два подписчика Неправильно рассуждать Ну у него же 50 А у меня же только два Нет У вас 50 тысяч Два подписчика Вместе Вы на одном пути Идете У вас одна цель Нету такого У него 50 А у него 500 А у третьего два Нет У вас у всех троих 50 тысяч Вы преследуете Одну цель Какая тебе разница У него У него ответственности Значит больше Наоборот Ему сложнее Дуа за него сделать Чтобы Аллах сопутствовал Ему искренности Всем вам добавил Друг за друга Делайте дуа Друг за друга Нужно делать дуа Чтобы на этом пути Остаться И распространять Религию Аллах А не завидовать Что у кого-то больше У кого-то меньше И так далее Залика фадлюллах Это милость Аллаха Аллах Может быть За его искренен Может ты в чем-то Неискренен был И Аллах Какие-то пути Для тебя закрыл Ждешь что ты покаешься И станешь более искренен А кому-то Открыл наоборот По какой-то причине По своей милости Это Баракова Тааля Суть что Ни в коем случае Завидовать в этом нельзя Если у тебя Есть зависть Завидуй так Чтобы стать как он Чтобы проявлять Такое же усердие Как он Старание как он А чтобы он Еще больше Тоже старался Потому что Вы преследуете Одну цель Ваша цель одна Распространение религии Донесение Ислама Истины Айбада Всевышнему Аллаху Субханаху Для людей На Аль-Амру Таси' Девятое Тартибуль Авкат Распорядок Времени Распорядок Времени Или просто Распорядок Дня твой Шейх Говорит Тартибуль Авкат Васса'и Фильму Хафазати Аля Лахазати Вактик Мин Азам Азбаби Фитахсили Аль-Ильм Распорядок Дня Или же Порядок В твоем Времени И стремление К тому Чтобы не потерять Чтобы ни одно Мгновение Твоего времени Не было утеряно То есть Хранить каждое Мгновение Своего времени Это одна из Великих Причин Достижения Знаний Мы видим Что знания Достигают Те У кого есть Порядок Те кто Потихоньку Потихоньку Ты не замечаешь Но по причине Этого порядка Что у него Есть время Для заучивания Время Для чтения Время Определенное Для Донесения Может быть Или для повторения Или для арабского Своего времени Вот они Рано или поздно Приходят к результату А те У кого нету порядка Да Возможно Он целый день Сегодня просидел А завтра Вообще Не открывал Ни одной книги А послезавтра И так далее Забыл Тут его что-то Отвлекло Такой человек Даже если он Более Смышленный Более Может быть Даже усердный Может быть Лучше понимает Лучше заучивает Лучше Лучше Но по причине Отсутствия порядка По причине Того что у него Время Не упорядочено Теряется знание И поэтому Шей говорит Одна из великих Причин достижения Знания Это порядок Что ты не теряешь Своё время Не убиваешь Своё время Не расходуешь По напрасну В своё время Приобретающий знание Человек Ищущий знание Человек Он должен быть Самым скупым Самым жадным По отношению К своему времени По отношению Чтобы ничего Не было утеряно По напрасну И в то же время Он должен быть Самым щедрым Из людей По отношению К расходованию Этого знания И То есть Дарование Пользы людям То есть Приобретающий знание Человек Должен быть И скупым И щедрым Одновременно Но скупым По отношению К своему времени Не должен Расходовать его Направо И налево Ко всем С этим поговорил С этим постоял С этим съездился Нет Если ты хочешь знаний Не получится у тебя Если ты так будешь Расходовать свое время Направо В этом ты должен быть скуп Однако В донесении знаний В распространении знаний В донесении пользы Людям Ты должен быть щедр Язиду бикасратил Инфаакиминху Ваянкосу Ин бихика Фаншадатта Как сказала Лельбири Своя Касиди Он говорит Знание это такая вещь Язиду бикасратил Инфаакиминху Чем больше ты знаний Расходуешь Рассказываешь Даешь это знание Чем больше прибавляется 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 Тебе В отличие от имущества Имущество Но если опять же Подойти материально К этой стороне Чем больше ты его даешь Тем меньше в кармане Остается Так же А знание наоборот Чем больше ты даешь 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 Тем больше 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 У тебя становится У тебя становится Ваянкосу Ин бихика Фаншадатта А если ты его Удержишь в себе Крепко сожмешь Спрячешь И никому не будешь Рассказывать Оно все меньше 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 У тебя будет становиться И вот точно так же здесь То есть он Приобретающий знание Человек должен быть Щедрым Щедрым по отношению К распространению Знания К донесению До людей Пользы В этом щедрым Должен быть Но в то же время Скупым К своему времени Время не дам Никому И убить не дам И отвлечь не дам Меня Таип Обрати внимание На свое время Говорит он Сколько времени Уходит без Какой-либо пользы Сколько в сутки Уходит времени Что ты не получаешь Никакой пользы Говорит шик Тем более мы говорим Если ты молод И стремишься к знанию Хочешь изучить религию Преумножить свое знание В этой области Посмотри Сколько времени Ты уделяешь этому То есть сколько времени У тебя попусту уходит Говорили некоторые Праведные предшественники Если проходил день Говорили они И мое знание Не увеличилось Я ничего нового Не узнавал То значит Аллах лишил меня Бараката этого дня Значит они Делали вывод Что этот день Был небаракатный Для него То есть Аллах По каким-то причинам Лишил бараката Передается от Амир Что однажды к нему подошел Человек сказал Поговори со мной Он сказал Тогда придержи солнце Чтобы солнце не закатилось Тогда придержи время Чтобы оно не тратилось Я поговорю с тобой У меня нет времени С тобой разговаривать У меня есть более важные цели Более важные намерения Которые я преследую Он говорит Тогда солнце придержи Рассказывал Описывая свое положение Как он говорит Когда он был испытан Когда он был испытан Всевышним Аллахом Тем, что к нему Его посещали И приходили к нему те Кто занимал его время Без всякой пользы Они воспринимали это как что? Как испытание Он говорит Я был испытан некоторыми Возможно это родственники Приходили разговаривать Но он говорил Это испытание для них было Он говорит Когда он был испытан Теми людьми Которые посещали его И занимали его время Бесполезно Он говорит То я говорит Специально готовил Такие дела Готовился к встрече с ними И готовил для этого Такие дела Которые бы что Не мешали мне читать Для того чтобы Не проходило время Попосту На такой случай Я говорит Готовил специально Листочки Карандаши Тетради И когда кто-то приходил То есть У него есть какие-то дела На которые Рано или поздно Ему пришлось бы Оторваться от чтения Оторваться от изучения Все равно пришлось бы Это делать И он говорит Я эти дела Откладывал на тот момент Когда ко мне Приходили люди И попусту Занимали свое время Какие? Как точить карандаши Нарезать бумагу Потом что? Скреплять эту бумагу В тетради То есть я оставлял Если кто-то приходил Они начинали разговаривать Он начинал как раз Все равно он не может Сосредоточиться на знаниях Они его отвлекают Ну хорошо Тогда я сделаю то Что я бы потом Потратил на это время Мафом То есть я специально Готовил такие дела Которые я бы мог совместить И они не отвлекли бы Меня от знаний На Эти вещи Все равно бы мне пришлось Сделать Но однако Они Нет То есть на них Не нужно отвлекаться Об этом не нужно думать И присутствие сердца Когда точишь карандаш Или режешь бумагу Или складываешь тетради Необязательно И такие вещи Я специально готовил Для времени их посещения Для того Чтобы не было утеряно Ничего из моего времени Времени действительно Очень много И хвала Аллаху Хвала Аллаху Время есть Однако нам нужно Просто упорядочить Сделать порядок В этом времени Некоторые люди Некоторые люди Жалуются и говорят Да просто бараката нет Во времени Просто во времени Бараката нет И все Такому человеку Мы ответим Или подобному им Мы скажем Баракат он есть Баракат он есть Однако во-первых Наши грехи Во-вторых Вот эта Анархия Хаос В твоем времени Отсутствие порядка Распорядка дня Отсутствие порядка В твоем времени Оно что Этот баракат Закрывает Покрывает Этот баракат Если мы посмотрим На некоторых наших Шейхов На некоторых наших Учителей То мы увидим Несмотря на Большое количество Дел Они намного Занятее чем мы И семей у них Больше И детей у них Больше И дел у них Больше И там Каких-то этих Однако мы видим Баракат у них есть То есть по причине Того что у них Есть четкий распорядок Что они все Расставили по своим местам Мы видим то что Аллах Субханаху Дает им Баракат в этом Как Шейх Ибн Баз Допустим Он был и муфтий И преподавал И имам Столько вещей Субханаху Вообще Ты думаешь Как бы ты с этим Всем справлялся Шейх Абдул-Мусин Аббад Также Шейх Ибн Усаймин Просто у них Был порядок Шейх В общежитии Разговаривал Общался Спрашивал Был свое время Свое время Для одного Свое время Для другого Порядок Порядок был Дисциплинированные Они были В отличие от нас Шейх И до сих пор И сейчас Шейх Салям Ат-Тауэль У него есть определенное время Когда он сидит Повторяет Кур'ан Все Вот это У него что Его уирт Есть время Когда он отвечает На звонки Допустим Пока он отвечает На звонки Сидит допустим С братьями Отвечает на их вопросы И так далее Для всего Определенное время Но если что Время намаза Приходит все Здесь уже Ты идешь Совершаешь то Что это Первостепенно То есть Вот вся жизнь Вот так И вот если человек Всю свою жизнь Вот так Сделает Как знаете Один из шейхов Хороший пример Привел Если ты вот Свою жизнь Превратишь так Как будто ты в умре Почему Как будто ты в умре Потому что В основном Или чаще всего В умре У людей Расписание Вот оно одно Он приезжает И весь его день Строится как От намаза до намаза Он просыпается Идет в харам Совершить фаджр После фаджра Делает тава В семь кругов Возвращается домой Отдыхает Так ведь Затем Его следующая цель Это зухр Возможно Между этим Есть урок Или между этим Допустим Если ему нужно Пообедать Он уже смотрит Когда Либо до зухра Я пообедаю Либо после зухра То есть Его расписание Дня Строится Относительно чего Относительно намазов Вот его основная цель Все намазы Прочитать в хараме И так Проходят То есть Дни большинства Паломников Те кто совершает Умру Или хадж В основном Вот так То есть Он знает Все намазы Надо в хараме Прочитать Постараться максимально В хараме Все намазы Прочитать И вот И вот так Проходит Мне нужно Там вещи В стирку Отдать Допустим Когда отдадим Брат Давай после асра Давай Не говорит В 13.00 Нет Говорит До асра Или после асра И вот так Он строит Свой день Распорядок Его дня Таков И То есть И у салифов Так же было И они даже В своих временных Промежутках Они как общались Они говорили Прочтение 30 аятов Так же они разговаривали Или прошло Примерно Такое количество Времени Как между асром И магрибом Вот так они разговаривали То есть Их вот Терминология Такая была Потому что Их жизнь Вокруг этого строилась У них такие Приоритеты были Намаз А не так Что они не подгоняли Намазы Под свои Сейчас пообедаем Но потом Ну иншалла Успеем прочитать намаз Наверное Иншалла Не успеем Кадас делаем Как они говорят Кадас делаем Просто и все Нет Если ты брат Свою жизнь превратишь Вот так Как будто ты в умре То тогда Аллах Субханаху Тебе такой же иман Дарует Как будто ты в умре Они потом с умры Возвращаются И говорят Что ты имана слаб Надо еще раз На умру Так там хорошо было Так А почему там хорошо было Ты задумайся Обратно Над причинами Да потому что Ты там посвятил себя Поклонению И Аллах Избавил тебя От каких-либо Забот этой дуни Когда ты посвятил Себя Аллаху Аллах Субханаху Все заботы взял У тебя остались там дети У тебя осталась там семья И так далее И ты видишь Машаллах Все сытые Все у всех есть Все достаточно Ничего ни у кого не болит Если болит Как-то они сами вылечили это То есть без всяких проблем Аллах взял свои заботы Если ты себя Аллаху посвятил Аллах все заботы на себя взял Твои А когда ты сам решишь Нет Я беру на себя эти заботы Я буду сейчас решать Я буду делать Я зарабатывать Я то-се А он говорит Ты Вот иди ты И делай ты Насколько Насколько ты можешь А если человек говорит Нет Я буду делать то Что любимо Аллаху Субханаху И тогда Аллах Субханаху Будет помогать тебе во всем Будет помогать тебе во всем И оно так работает Во всех сферах Аллах 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 Субханаху Помогает человеку До тех пор Пока он помогает Своему брату Тебе как материалисту Кажется Если я сейчас пойду Помогать своему брату Я же потрачу время Я же потрачу силы Я же потрачу Возможно Деньги на это И так далее То есть У меня будут только затраты Нет Брат Взамен Аллах Самый богатый Тот Кто дарует тебе это время Тот Кто дарует тебе эти силы Он будет тебе восстанавливать Все это Все что ты потратил Он пообещал тебе это И поэтому Когда ты расходуешь На пути Аллаха Помогаешь На пути Аллаха Это все возвращается Это только лишь Приумножается И вот Мы говорили о шейхах наших Мы видели Допустим Шейх Салям Ат-Тауиль Есть и время намаза Все он встал Встал Пошел Обязательно То есть он Имам мечети Никогда И постоянно Побуждает к этому Чтобы человек Все пять намазов Постарался Прочитать В джамаате Застать первый Такбир В джамаате Застать первый Такбир Именно Где бы ты ни был Смотри Куда ты выезжаешь Примерно Рассчитывай Вот там Там будет мечеть Вот я вот Примерно К этому времени Подойду За пять минут До Ихомы Допустим Подъеду Успею Совершить Тахиют аль-Мази И посижу Чуть подожду Рассчитывай время Чтобы твой день прошел Ты сделал себе Расчет Аль-Хамдуля Все пять намазов Прочитаны в мечети Так или иначе Мафхум То есть Это приоритет А затем Все остальное Расписание Подгоняй Вот под это Не должно быть так То что Субханалла Нет я не пошел На намаз Почему Ну потому что У меня этот Как его называют Потому что Я поставил себе В это время Допустим Урок по Курану Нет Субханалла То есть Смотреть надо Приоритеты Расставлять Постараться Подстроить Под Более важные вещи И Аллах Субханалла Помогает Аллах Субханалла Помогает В этом То есть Мы говорили о том Что У шейха Все Расписано И поэтому Видимо Они добились Того чего добились Потому что У них порядок Потому что У них дисциплина Есть В этом И помимо Порядка и дисциплины Мы сказали Правильно Расставить Приоритеты Так же К чему я это Все говорил Для правильного Расставления Потому что Сейчас кто-то Скажет О все Порядок Вот с этого Начнет Себе строить Расписание И в этом Расписании Не будет Учитывать Какие-то Более важные Вещи Более важные Вещи Как кто-то Скажет Наступил Месяц Рамадан Вот все Слово Себе даю Ни на Один Таравих Я не Опоздаю Ни один Таравих В течение Месяца Не пропущу Все Дал себе Слово Молодец И поэтому Ты видишь Что как Только Имам Дает Салям На Иша То что Лучше То что За что Награда Больше На это Ты опоздал Но он же Себе Слово Дал Он же Себе Порядок Распорядок Сделал Он же Дисциплинирован И мы говорим Нет Это Неправильная Дисциплина Твой Распорядок В твоем Распорядке Обязательно Должны Быть Расставлены Приоритеты А затем Ты уже Должен Под них Подстраивать Все остальное Время Тоже Чтобы не Оставалось Чего-то Каких-то Пустых Мест На Шейх говорит Если мы Посмотрим На наших Шейхов Несмотря На то Что Забот У них Намного Больше Но и Знаний У них Больше Потому что Порядок У них В этом Есть Почему Потому что Они Каждому Обладателю Права Отдали Своё Право Они Знают Что Семья У неё Тоже Есть Право На Тебя Дети У них Тоже Есть Право Твои Ученики И так Дали Учителя У них Тоже Есть Своё Право Они Знают Все Кто Имеет Какое-то Право На Тебя Они Выделили Им Своё Время И Отдали Им Своё Время Если Нет У тебя В этом Порядка Ты Упускаешь Всё Туда Поехал Сюда Тут И про Этого На Пути Приобретения Знаний Во-первых Потому Что Аллах Посопутствовал Им А во-вторых Потому Что Они Проявили Заботу И Внимание О своём Времени О своём Времени О своём Расписании Давайте Здесь Становимся Субханак Аллахумма Бхамди Кашхаду Ан Ла Иляха Иля Ант Стахфюр Кава Тоба Иля Чезак Малахайран